Здравствуйте! В этом видео я вам расскажу, что нужно сделать с геранью в августе, для того, чтобы она активно пышно цвела. У нас уже весной стал пустик пышный, насыщенный зелью и чтобы выпускало много цветоносов. В августе делаю обязательные процедуры. Это выкапываю герань и пиларгонию из открытого грунта. Это, конечно, первое и самое важное, потому что герань может еще выжить в Сибири, если ее оставить, но пиларгония, сортовая и красивая пиларгония, никогда не выживет в морозы, в минус 30-40 градусов она просто погибает. А некоторые сорта есть очень дорогие. Вот, к примеру, это сорт Херма. Посмотрите, какой красивый цветок. Тюльпанка просто великолепна. Это пиларгония карликовая. Очень компактный и пышный куст. Вырастает особенно в открытом грунте, а также в большом горшке, если постепенно наращивать корневую систему. Но в открытом грунте, конечно, растет великолепно. Даже маленький компактный куст выдает большое количество зелени и, конечно, много соцветий. Следующая пиларгония Денис. Шикарные розочки, просто великолепный цвет. Цветет пышно, красиво, прям с кулак цветоносы. А это пиларгония Пак Мексико Ниолет. Это тоже сортовая пиларгония, плющелистная. Цветки такие ярко-розовые, с белыми лепестками. И снизу они все именно под белый цвет. Очень красиво переливается и смотрится на солнышке тоже прекрасно. Дома выдает 3-4 цветоноса при компактном горшке. Здесь же выдает до 20 цветоносов. В самом начале распуска держит форму розочки. Далее распускается и, конечно, является опадашкой. Опадает очень сильно, если не поливать вовремя. А это сорт Лимончелло. Сами лепестки более белого цвета, но середка практически желтая. Итак, давайте приступим. Первое, что я делаю, это, конечно, отрезают цветоносы. Они могут долго стоять в воде, около недели. И даже могут распуститься те бутоны, которые еще не распустились. Это пиларгония стильвертпинг батик. Выдает вот такой вот красивейший краб. А также она иногда спортит. На одной ветке выдает чисто малиновые цветочки. Но также на этой же ветке может выдать вот такой вот цветонос. Отличаются друг от друга цветочки, но все это цветет на одном кусту. Цветоносов на улице выдает огромное количество, около 20. Дома выдает около 5-6. Это в среднем горшке 2 литра. Если куст, конечно, уже более взрослый, 2-3 года. Если молодой, то выдает 1-2 цветоноса первый год. Цветоносы не обрывайте, обязательно обрезайте аккуратно. Ножницы перед этим можно проинфицировать, если вы боитесь занести какую-либо инфекцию. И второй, самый важный пункт. Я черенкую пеларгонию в августе. Если начать черенковать пеларгонию и герань в конце августа-начале сентября, то эти черенки зацветут через полгода, то есть к весне. Нужно будет сначала наращивать им корневую систему, а далее можно стимулировать на цветение. Но именно к весне такие черенки обязательно зацветут. Черенки делаю разного размера, это в основном все верхушки. Обязательно обрезаем все листья, если есть цветонос, тоже не нужно оставлять его. И вот оставляем вот такой черенок с двумя-тремя листиками, это максимум. Можно даже оставить один листок на черенке, чтобы сила вся уходила в корневую систему, потому что пеларгония будет сейчас наращивать корневую. Можно также использовать стимуляторы, можно использовать простой элементарный корневин. Я вам покажу 5 способов, как я буду укоренять данную пеларгонию и другие пеларгонии тоже. Если маточный куст очень большой и дал много черенков, лучше всего его обрезать под ноль. А далее его будем пересаживать уже и переносить домой. Это действие тоже обязательно, потому что она замерзнет. Об этом я вам сказала уже в самом начале. Черенки сами по себе можно выращивать по-разному. Можно проращивать и в простом песке, можно проращивать и в воде, а также сразу высаживать грунт. Вот смотрите, я вам сейчас показываю это цветоносы и вот нарезанные черенки. Вот такое большое количество с одного куста. Это у меня куст Шамаханская царица, компактный маленький кустик. Стоимость пеларгонии была еще около года назад почти 5 тысяч. Это за черенок. Да, цена сейчас очень сильно падает и такая пеларгония в среднем стоит около 3 тысяч. Это на данный момент. Нужно просто мониторить цены. Если, например, я буду продавать, то я обязательно посмотрю среднюю цену и, конечно, не буду завышать цены на пеларгонии. Все эти черенки я готовлю для продажи. У меня будет отдельное видео о продаже черенков герани и пеларгонии. Заходите, смотрите, если что, следите и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео. Итак, давайте приступим к черенкованию. 5 способов, как можно укоренить герань пеларгонию. Обязательно нужно просушить немножко черенки, желательно не на солнце, где-нибудь в тени, чтобы они быстро обветрились. И первый стаканчик у меня будет с веточкой пихты. Пихту можно использовать как стимулятор роста, а также с помощью ее черенок не заболеет корневой гнили и черенок будет здоровый. Это самое важное преобразование корневой системы. Корневую систему он дает не сильно быстро, в течение 3 недель это, конечно, максимум. Но это для многих долго, но можно тут же использовать стимулятор. Про стимулятор я вам расскажу чуть позже. Второй способ, как можно укоренить пеларгонию герань, это наливаем в стакан водичку и добавляем циолит. Циолит у меня обычный, он обязательно должен шипеть, тогда он будет у вас настоящий. То есть, с помощью циолита точно так же не образуется корневая гниль и быстрее образуется корневая система. С помощью него можно получить корневую систему в течение 2 недель и будет здоровый черенок. Циолит у меня самый простой и самый дешевый. Он уже содержит некоторое количество макро-микроэлементов, которые способствуют активному росту. Вот смотрите, черенок подсушила, даже листочки немножко подвяли. И тогда уже можно укоренять. Если, например, укоренять сразу после среза, то, возможно, быстрее образуется корневая гниль. В воду с циолитом можно точно так же добавлять любой стимулятор, например, циркон, эпинфитоклон и многое другое. Третий способ это камни, пена, стекло. С помощью их тоже образуется корневая система. Даже с помощью их я как-то укореняла розы. И они не загнивают и выдают новый листочек и корневую систему. Но без стимулятора эти камушки не работают. Поэтому с ними нужно обязательно использовать любой стимулятор. Вот такие вот камни, пена, стекло. У меня многие спрашивают про них. Покупаю я их как на Валберес, так и на Озон и в Леруа Мерлен. Для Леруа Мерлен я чаще бываю, поэтому чаще привожу именно оттуда. Использую для всех своих цветов. И вот таким вот образом тоже обязательно посушить и вставляем в камушки. Если, например, какой-то камень не использовать, типа тиолита, либо пена, стекло, то намного быстрее просто в воде. Очень быстро чернеет сам черенок и корневая система не образуется. Поэтому нужно какое-то добавление для стимуляции роста, а также для обеззараживания воды. Это очень важно. Если, например, использовать обычный стимулятор и воду, то может даже наступить гниение. Это уже было проверено несколько раз мною. И четвертый способ. Обычный торф плюс мелкая фракция камня, пена, стекло и плюс перлит. В этом субстрате можно укоренять любые черенки. А также у меня здесь добавлено немного древесного угля, чтобы был как антисептик. Потому что если, например, проращивать просто в грунте, то возможно также загниение корневой системы. И даже череночек не образует корневую, а просто загнивает в течение 1-2 недель. И корневую уже не дождетесь. Такой субстрат можно воткнуть несколько черенков, что очень удобно. От малого места черенки тоже начинают быстрее образовывать корневую систему. И пятый способ, как можно укоренить, это песок. В песок можно также добавлять и циолит, можно добавить перлит, можно добавить камни, пена, стекло для рыхлости. Песок впитывает очень хорошо влагу. И для песка я использую такие черенки, которые прям древовидные уже, которые были у основания. Они намного быстрее дают корневую систему, если тоже использовать стимуляторы. С такими черенками намного проще. Они даже и в воде намного быстрее выдают корневую систему. Потому что они уже крепкие и, конечно, они уже древовидные. То есть от них корневая система идет намного быстрее. Основной стимулятор, который у меня есть, это фито-клон. Фито-клон у меня уже несколько лет. Использую его постоянно только для укоренения черенков, гераний и других растений. Но также можно его и подливать в какие-либо эликсиры для корнеобразования, если плохая корневая система. Буквально пару капель на 100 мл воды. И я буду поливать все эти стаканчики с фито-клоном. Можно брать просто пипеткой по одной капле в каждый стаканчик добавлять фито-клона. Если нет фито-клона, можно использовать стандартный корневин. Но намного дольше будет образовываться корневая система. Также можно добавить одну каплю эпина, либо одну каплю циркона на каждый стаканчик. Главное тут не переборщить. Что касается фито-клона, то им тоже можно переборщить. Если, например, вы заметили, что сожгли черенок, то он сразу подаст почернением верхних листьев. И сам череночек будет чернить. То есть это вы сожгли сам черенок фито-клоном. Такое тоже бывает. Это и есть основные работы в августе с пеларгонией и геранией. Если вы выращиваете в открытом грунте, не тяните и не ждите прохлады, минусовой температуры, чтобы герани и пеларгония погибли. Поэтому делайте все вовремя. Если кому интересно, я обязательно сниму видео, как я выкапываю все эти черенки и перевожу домой. Чем я их обрабатываю, чем поливаю, чтобы маточники были здоровы и начали активно расти. Вот такое вот количество буду черенковать, перевозить домой. Если у меня черенкование пройдет успешно, все пеларгонию черенкуются, я обязательно сделаю видео о продаже черенков. Если кому интересно, пишите в комментариях. И также смотрите и следите за следующими видео. А на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео. Всем спасибо и до новых встреч!